Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, с детцы, и вся исполняй, Сотровище, плавивый, жизни, полнателю, Привиди и селися в нын, И очистены во всякой оскверны, И спаси блажен, души истины, Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача «Дорога к храму» и я, ее ведущий, священник Михаил Попов. Христос воскресе! А сейчас рубрика нашей передачи «Новости видовского благочиния». Речь пойдет о событиях, происходивших во время Великого Поста и пасхальных праздников. В середине Великого Поста в храмах совершается особый чин поклонения Кресту Господню, главного символа христиан. В субботу вечером из алтаря выносится крест и поставляется в середине храма для поклонения. В Георгиевском храме города Видного всеночное бене совершил благочинный церквей Видновского округа протеерей Михаил Егоров. Каждое воскресенье Великого Поста, или, правильнее сказать, неделя, так по-славянски именуется «Воскресный день», имеет свое название и несет глубокий богословский смысл. Третья неделя Великого Поста называется «Крестопоклонный». Этот день очень важен для верующих, так как за богослужение происходит поклонение Кресту, а Крест – это орудие спасения, важнейший символ всех христиан. Эта древняя традиция выносить Крест для поклонения имеет глубокий смысл. Сегодня, в этот день, по традиции, как и каждое третье воскресенье Великого Поста, специально для вот этого назидательного примера мы выносим Крест, поклоняемся Ему как оружию и символу нашего спасения. Для того, чтобы вновь и вновь вспомнить о той любви, которую явил нам Бог. Для того, чтобы постараться уподобиться этой любви, для того, чтобы постараться возрастить такую любовь в своих сердцах. Не случайно верующим Святая Церковь предлагает поклониться Кресту в самой середине Великого Поста. Все это происходит для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Сегодня, поклоняясь Кресту Господню, мы вновь и вновь задаем себе вопрос, что можем сделать мы для того, чтобы стать ближе к Богу. Потому что Крест, как подвиг, как орудие нашего спасения, всегда вдохновлял верующих на то, чтобы тоже быть подобными Богу, тоже распинаться. Что это значит? Это значит, в нашей ситуации, значит, побеждать свои грехи, побеждать свои страсти, греховные наклонности, для того, чтобы сделать свои души как можно более чистыми. Не напрасно мы почитаем Крест Господень, изображаем Его на себе и поклоняемся Ему, ибо Он есть божественная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни и по смерти. Елена Бабина, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Православная Церковь отметила один из двенадцатых праздников – Вход Господен в Иерусалим, или, как называют он на Руси, Вербное Воскресение. Во всех храмах видновского благочиня состоялись праздничные богослужения. Верующие освещали веточки вербы, символизирующие собою пальмовые ветви, которыми встречали Господа жители Иерусалима. Вход Господень в Иерусалим – один из двенадцати главных праздников Православной Церкви. Он еще называется праздником Ваи, то есть ветви, или цветоносной неделей. Исторически этот праздник связан с тем, что по образу того, как Христа встречали в Иерусалиме, постилая одежды и срезая ветви пальмовые, кладя перед его осликом, на котором он ехал, исторически эти пальмы также всегда приносили с собой в храм христиане на Востоке. Но у нас, в наших широтах, пальмы не растут, поэтому у нас использовали другие ветви, ветви вербы. Поэтому оно в нашей традиции, в русской, называется вербное воскресенье. Вербное воскресенье и Пасха совершаются у нас, как правило, в ранне-весенний период. Это такое время, когда единственным растением, которое проявляет признаки жизни, является верба. И, наверное, здесь есть элемент возрождающейся жизни. После зимы все вновь распускается, и верба – первая свидетельница этого возрождения. На праздник прихожане приносят веточки вербы в храм, освящают их, несут домой, чтобы поставить перед иконой. Этот праздник, вход Господний в Иерусалим, для меня это очень важный праздник, потому что дальше мы уже встречаем воскресшего Христа. Будет воскресенье Христова, а сейчас он торжественно входит в Иерусалим. Уже на следующий день после торжественной встречи Спасителя начинаются скорбные дни, ныне называемые Страстной Седмицей. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы эта неделя была у людей свободна от всяких житейских, по возможности, таких дел. То есть какие-то сложные мероприятия, связанные с житейскими нуждами, лучше не начинать в эту неделю, лучше в эту неделю просветить Богу. Еще, конечно, кто не постился, допустим, по каким-то причинам, желательно попаститься, конечно, в эту неделю. То есть Господь принимает и работников одного часа. И, конечно, желательно, чтобы люди постарались прийти на службы. Очень красивые службы на этой неделе совершаются. В течение этой недели перед Пасхой, соблюдая особые традиции, православные как бы пытаются пройти путь Христа, с особым трепетом вспоминая о Его страданиях, готовятся отпраздновать Его воскресенье. Чтобы Господь помог мне благочестиво встретить Пасху через неделю, чтобы наступающую страстную неделю мне провести достойно, так как нам это заповедовал Господь и Святая наша Церковь православная. Чтобы не грешить по возможности и вокруг себя распространять любовь, милосердие и добро. Елена Бабина, Алексей Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха. Самый главный праздник для православных христиан. Как прошли торжества в Видномском благочине, мы увидим с вами в следующем сюжете. За час до полуночи в храме святого великомученика Георгия Победоносца темно. Еще продолжается суббота. Весь православный мир еще скорбит о страданиях и боли Христа, который окончил свой земной путь, приняв на себя все грехи живущих. Именно в Великую Субботу Христос спустился в ад, освободив и души умерших от вечной муки. Ты освободил из кованых цепями восклицавших, нет святого, кроме Тебя, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Позади время поста. Кто-то прошел его до конца, очистив душу молитвой. Кто-то лишь в эти минуты задумывается о покаянии. Но все мы готовы к встрече Святозарного Дня. За считанные мгновения до того, как наступит воскресенье, храм освещают лишь свечи в руках верующих, как символ надежды на спасение души. Примите сейчас те, кому достанутся по свечке, дайте тем, кто стоит рядом с вами, этого пасхального огня, чтобы Господь просветил наши ума и сердца. Из-за часовых поясов в эту ночь в России бесперерывно звучит благовест. Мы не знаем точного времени воскресения Иисуса, но известно, что на рассвете Нового Дня жены-мироносицы пришли ко гробу и увидели, что он пуст. Пройдя крестный ход, мы останавливаемся у дверей храма, зная, что ждет благая весть. Христос воскресенье! Христос воскресенье! Христос воскресенье! Исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов посетил торжественное пасхальное богослужение в храме святого великомученика Георгия Победоносца. Хочется не просто улыбаться, а внутри тебя просыпается что-то светлое, доброе, действительно созидательное. Я поздравляю всех жителей нашего Ленинского муниципального района, всех гостей нашей благодатной земли со светлым праздником Пасхи, светлым вас Христовым воскресеньем! С праздником! Общей молитвой встречают верующий рассвет светлого Христового воскресенья. Впереди светлая седмица, время забыть о всех недомолвках, обидах и ссорах. Наши сердца открыты для всепрощения и радости. Она у нас на всех одна. Христос воскрес! Наталья Буслаева, Константин Брылов, Видное ТВ. 15 апреля в жизни Видновского благочения произошло большое событие, а именно освящение храма во имя благоверного князя Александра Невского, который совершил митрополит Крутицкий-Коломенский Ювеналий. Дорогого гостя у входа в новый храм встречали благочинный церквей Видновского округа Михаил Егоров и исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов. Александр Невский, в честь которого было решено осветить новый храм, известен в России за ее пределами как защитник рубежей Родины, покровитель воинов. Известно, что ранее на месте церкви стоял памятник видовчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Затем была построена часовня. Но время идет вперед. Маленькая часовинка перестала вмещать в себя всех желающих прийти с молитвой. И потому решено было построить на этом месте храм. В скором времени на территории храма будет открыт памятник видовчанам, погибшим в боях за Родину. Десятки верующих стали свидетелями Великого освящения нового молильного дома. Великое освящение пришлось на светлую неделю, сразу после праздника Пасхи и в преддверии празднования Дня Воинской Ратной Славы, годовщины побед Александра Невского над шведами на Чудском озере. В своих молитвах митрополит Куртийский и Коломенский Ювенали обращался в защиту невинных, страдающих в тех уголках земли, где идут войны, призывая верующих к миру. Далее был совершен крестный ход вокруг нового храма. Православные верят, крестный ход укрепляет молитвенный дух. По традиции в день освящения нового храма принято дарить подарки. Благочинный церквей Видновского округа Михаил Егоров преподнес в подарок владыке пасхальное яйцо с ликами святых. Еще одно пасхальное яйцо митрополиту подарил исполняющий обязанности главы района Олег Хромов. Глубоко уважаемые владыка, уважаемые жители нашего благодатного края, я, пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить со светлым праздником Пасхи. И сегодня для нас особый день, так как мы освящаем в эту неделю, в пасхальную неделю храм и вдвойне праздник, так как освящение этого храма проходит не только в преддверии великого праздника, самого главного государственного нашего праздника – Дня Великой Победы. Митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий также выступил с речью ко всем присутствующим, признавшись, что чувствует себя духовно связанным с нашим городом. Очень знаменательно, что в этом году мы освящаем храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Ведь почитание святых заключается не только в том, чтобы мы к ним обращались в молитве за помощью, но и чтобы вдохновлялись их жизнью, подвигами и служением. Строительство храма велось чуть более года. Столь быстрые темпы работ стали возможными благодаря слаженной работе многих, кто принял участие в возведении здания. Всех, кто помогал в строительстве, владыка наградил медалями и грамотами Московской епархии. Патриаршей грамотой награждается Владимир Иванович Пащенко. Закончилось торжественное событие общим фотографированием всех, кто участвовал в создании храма святого благоверного князя Александра Невского. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «Из первых уст» у нас сегодня гость – клирик Георгиевского храма города Видного, священник Олег Асачий. Здравствуйте, отец Олег. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, дорогой отец Михаил. У нас сегодня пасхальный выпуск, отец Олег, поэтому хотелось бы задать более такие практические вопросы, связанные именно с этим праздником. Отец Олег, хочу обратиться к вам с таким вопросом. Ко мне как-то обратилась одна семья. Их отец умер на светлую среду, и во время отпевания дальние сердобольные родственники уверили эту семью, что их папа попал в рай, и все. Люди пришли в храм поминать своего отца. Там тоже бабушки сказали, конечно, раз умер на светлую среду, значит, он точно в раю. Но вот у них в семье началась такая дискуссия. Жена и теща говорят, что если бы умер точно на Пасху, вот он автоматически попал бы в рай, а вот светлая среда как-то под вопросом. Отец Олег, насколько верно такое представление людей? Если человек умирает на Пасху или на пасхальные дни, он автоматически должен попасть в рай. Что здесь можно сказать? Во-первых, что такое рай, о котором здесь идет речь? По народным представлениям, раем называется часто Царство Небесное, к которому мы все стремимся. На самом деле рай изначально – это географическая местность между реками Тигр и Ефрат, в которой жили первые люди Адама и Евы, и откуда они были выгнаны в результате их грехопадения. Но вот эти два понятия – Царство Небесное и рай – они уже настолько переплелись, что это считается нормальным. И часто, когда мы говорим «попасть в рай», это мы обозначаем наше желание попасть в вечность, причем в вечность благую, в вечность Бога. По поводу того, что вы, отец Михаил, рассказали про этот вопрос, по поводу мнения, что человек автоматически попадает в Царство Небесное, если он умер, скажем, на Пасху или в какой-то другой священный день, то, конечно же, это суеверие. Ничего общего с действительностью здесь нет зачастую. И дело здесь в том, что смерть может быть разной. Представим себе, что на Пасху умер человек, который, например, пожертвовал своей жизнью ради блага других, как говорится, бросился грудь на абразур. Или же на Пасху умер молодой человек, который ради развлечения прыгнул, зацепился за электричку, сорвался неосторожно и тем самым нанес тяжелейший вред духовному состоянию своих родных, своих родителей. Попадет ли он в Царство Небесное? Я думаю, что, к сожалению, вряд ли. И еще мне вспоминается один интересный случай. Есть такой известный церковный современный историк и специалист по тоталитарным сектам – это Александр Леонидович Дворкин. И вот, когда у нас было собрание духовенства, когда он делился своим опытом по борьбе с сектами, Александр Леонидович нам рассказал, что недавно умер один из известнейших современных сектантов. Это такой есть Сатья Саи Баба. Это основатель псевдоиндуистской секты. И вот его последователи заявили, что, видите, он умер на Пасху. На что Александр Леонидович Дворкин немножко с юмором, но совершенно верно ответил, что не случайно сказано в одном из пасхальных песнопений «Довоскреснет Бог» и «Расточатся в разе Его». Поэтому смерть может быть разной. И бывает так, что человек действительно умирает на Пасху, и это является некоторым знаком, некоторым ответом свыше, что все у человека вечности будет хорошо. Но это бывает так, когда человек шел к смерти правильно, когда человек очищал свою душу покаянием, причащался святых христовых тайн и старался жить в мире со своими братьями и сестрами. Тогда действительно смерть на Пасху является некоторым свидетельством свыше о том, что человек встречает вечности Бога. И интересно также сказать о том, что сам чин отпевания пасхального, он отличается от обычного отпевания, тем, что священник и хор, который поет песнопение пасхального отпевания, как бы констатирует, что человек уходит в благую вечность. Это отпевание больше радостное. И еще один важный и интересный момент, что заключается в том, что разрешительная молитва, которую дает священник человеку во время совершения чина отпевания, разрешительная молитва тоже свидетельствует покаяния человека, его переход в благую вечность. И в идеале священник должен знать этого человека и свидетельствует, что вот именно этот человек, которому сейчас молятся собравшиеся вокруг его гроба, он уходит в благую вечность. Но сегодня, к сожалению, зачастую это не так. Мы редко знаем людей, мы редко знаем их жизнь, но все равно мы молимся, потому что надеемся на милосердие Божие. Ну, а в целом, подводя итог ответа на этот вопрос, нужно сказать, что никакие временные рамки, никакие-то знаки не имеют, по сути дела, большого значения. Значение имеет действительно жизнь души и значение имеет то, как человек готовит себя к смерти в течение всей своей жизни. Отец Олег, еще один такой насущный вопрос. Часто люди на Пасху посещают кладбище и мотивируют то, что они разделяют любовь со своими усопшими, родными и близкими. Также очень часто много спрашивают, можно ли молиться во время Светлой Седмицы за усопших. Как быть, Отец Олег? Дело в том, что Церковь не перестает молиться за усопших никогда. Когда священник в самом начале Божественной Литургии, самого главного нашего богослужения, готовит хлеб и вино для того, чтобы они стали телом и кровью Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, священник вынимает частицы также из заздравной просворы и из просворы, которая посвящена нашему заупокоенному упоминовению. То есть самая главная молитва, то есть молитва евхаристическая, совершается всегда, в любое время года, когда совершается Божественная Литургия. Но такое скорбное богослужение, потому что все-таки, когда мы вспоминаем человека, который ушел от нас, мы в любом случае грустим, потому что его нет рядом. И в заупокоенной молитве они имеют некоторую минорную тональность. Вот такое богослужение, как панихиды, литии, которые являются краткими панихидами, мы совершаем уже после Светлой Седмицы в День Радоницы. Почему? Потому что в это время, в время Светлой Седмицы, мы должны с вами радоваться от того, что Господь наш Иисус Христос воскрес. И, как вы правильно сказали, Отец Михаил, в начале этого вопроса, действительно, перефразируя знаменитые евангельские слова, можно получить правильный ответ о том, что действительно мы имеем воскресшего Господа, и все наши мысли, все наши эмоции направлены в эти дни именно на молитву, обращенную к воскресшему Господу. И уже потом, после этого, мы с вами приходим на кладбище для того, чтобы этой радостью поделиться и с нашими усопшими братьями и сестрами. Этот день поэтому и называется Радоница. Стоит задать дополнительный, мне кажется, вопрос о том, откуда появилась эта традиция ходить на кладбище в день Святой Пасхи в Светлую Седмицу. Когда я учился в первом вузе, в светском вузе, у нас был замечательный преподаватель по социологии, который предположил следующую теорию такую, откуда взялись вот эти традиции, ходить, например, на Пасху, на кладбище или во время бракосочетания ездить на, в кавычках, вечный огонь или каким-то другим мемориальным памятником, посвященным Великой Отечественной войне. Дело в том, что, как сказал еще во II веке известный христианский писатель, поэт Тертулиан, всякая душа по природе своей христианка. И это действительно так. Каждая душа человека стремится к Богу. Но если мы вспомним советские времена, то возможности реализовать это стремление зачастую у людей не было. Ходить в храм было зачастую опасно, сложно. И люди, которые не могли пойти в храм, не имели такой смелости или не имели возможности, они все равно искали возможности реализовать свое вот это религиозное чувство, чувство стремления к святому, к вечному. И именно поэтому они отправлялись на кладбище, именно поэтому молодожены вместе с гостями отправлялись к каким-то мемориальным памятникам. Здесь можно вспомнить, что во время чиновенчания поются песнопения, которые посвящены мученикам. А люди, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, можно сказать, что их подвиг, он в чем-то схож с подвигом мучеников, потому что и те, и другие проливали свою кровь ради блага, проливали свою кровь. Если первые делали это для того, чтобы свидетельствовать веру, проливали за Христа, то вторые проливали свою кровь ради спасения нашей страны. И вот люди, которые вступают в брак, они идут к этим мемориалам. Почему? Потому что не имеют возможности прийти в храм. Это такое естественное движение души. Но сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами имеем всяческую возможность прийти в храм. И в эти дни, конечно же, основным для нас представляется участие в богослужении, причащение, частое причащение святых крестовых тайн, а совместная радость с нашими усопшими друзьями, близкими, это уже потом, это уже на Радоницу. Один из частых вопросов прихожанок на Пасху, что делать с кожурой пасхальных освященных яиц, после того, как они были съедены. Можно ли их выбрасывать в пищевые отходы, в общий мусор, или же нужно к ним относиться как к некой освященной святыне? Наверное, не проходит ни одного года, чтобы священник не слышал подобные вопросы. Хотя, как говорят в народе, вопрос этот, наверное, выеденного яйца не стоит. Такой небольшой каламбур получается. Дело в том, что бывает действительно, что есть предметы, которые освящаются, и мы храним их с почтением перед величайшей святыней. Например, почему хранится крестильная рубашка или полотенца, в которой заворачивают младенца после крещения и миропомазания? Да потому что на крестильной рубашке, возможно, остаются капли крещальной святой воды, остаются капельки святого мира, величайшей христианской святыни. Но бывает освящение другого рода, и в древности это больше называлось благословением. И к этому виду церковной молитвы и призывания помощи Божией и благодатной силы святого духа можно отнести освящение яиц и других продуктов на Пасху. Мы же, например, не сжигаем или закапываем автомобиль после его освящения, если он уже совсем стал стареньким, и мы не можем его использовать. Конечно же, можно выбрасывать эти отходы, как говорится, ничтоже сумняшися. Но есть другая проблема. Проблема эта заключается в том, что сегодня стало модным использовать для украшения яиц разные наклейки, на которых изображены иконы, кресты, написаны какие-то священные буквы, священные слова, которые дороги сердцу каждого православного человека. И, например, можно вспомнить, о чем пишет наш замечательный русский церковный историк Болотов, который перечисляет среди причин возникновения ереси и иконоборчества много-много веков назад, как раз вот такие околоцерковные, околодуховные поступки людей в то время, когда, например, придворные дамы византийские хотели быть похожими на священнослужителей и нашивали на своей одежде совершенно не к месту священные изображения, когда священники, увы, для того, чтобы якобы евхаристическая чаша стала бы более священной, соскабливали с чудотворных икон краску и подмешивали святое причащение. Это все, конечно же, тяжелое повреждение и догматически, и канонически, и все это неправильно. И сегодня мы видим часто, что люди ведут себя схожим образом, используют священное изображение совершенно не к месту. Конечно, если вы видите пасхальное яйцо, на котором есть икона, с одной стороны, это очень грустно, это неправильно, но если вы встречаете такое, если вам подарили такое яйцо, то вот такую скорлупу ее, наверное, действительно стоит сжечь, потому что выбрасывать в отхожее место это будет неправильно. Спасибо. Подложение всей Светлой Седмицы. Видное место в храме занимает Артас. По завершении пасхальных торжеств Артас раздробляется и раздается прихожанам. Отец Олег, расскажите, пожалуйста, как правильно употреблять, хранить Артас, и что вообще такое Артас? Артас в переводе с греческого обозначает хлеб. Первое упоминание об этом священном хлебе мы встречаем в XII веке, но предание говорит нам о том, что апостолы после вознесения Господа нашего Иисуса Христа имели такой благочестивый обычай, очень трогательный, интересный, когда собирались на совместную трапезу, а мы с вами знаем, что совместная трапеза в первые века история нашей Церкви это был не просто совместный обед или ужин, это было совместное причащение тоже после дружеского, братского, вкушения пищи. И вот во время этого братского вкушения пищи апостолы оставляли один хлеб для того, чтобы помнить о том, что Господь всегда с ними, как бы хлеб для их божественного Учителя, для нашего Спасителя. И в память об этом вот эта традиция сохраняется, и сегодня мы ее тоже придерживаемся. Этот хлеб освящается, священник читает молитву в день Пасхи, потом на протяжении Светлой Седмицы его обносят во время крестного ухода вокруг храма, и в конце Светлой Седмицы его раздробляют, раздают верующим. Есть благочестивая традиция относиться к этому хлебу как к просфоре, то есть вкушать его натощак, и Церковь свято хранит предание о том, что этот хлеб особенно полезен, когда человек страдает какими-то заболеваниями, можно его вкушать натощак вместе со святой водой, но необходимо сказать также о том, что есть некоторые заблуждения, связанные с Артасом. Многие, находясь в каких-то заболеваниях, душевных, духовных или телесных, прежде всего, стараются съесть кусочек этого Артаса, но забывают о самом главном нашем лекарстве, которое есть святое причащение. Люди могут не причащаться вовсе или причаститься раз в году, к сожалению, и заменяют вкушением Артаса самое главное общение наше с Богом. Вот обязательно следует напомнить нашим дорогим зрителям о том, что самое главное в нашей жизни общение с Богом заключается именно в причащении святых крестовых тайн, а все остальное будто вкушение Артаса или просфоры, антидора или крещенской воды это все строится вокруг нашей самой главной встречи с Богом, вокруг самого нашего главного с Ним общения. Спасибо, отец Олег. Дорогие друзья, напомню, сегодня с нами был клирик Георгиевского храма священника Олег Асачи, отец Олег, Христос Воскресе. Воистине Воскресе, дорогой Тебе. В селе Дедылдина В селе Дедылдина видновского благочиния возвышается храм во имя Ильи Пророка. Построен из красного кирпича, кладкой его напоминает кружево. Этот красивейший и удивительный храм построен и освящен в XIX веке. О нем пойдет рассказ в нашей рубрике «История одного храма». На Большой поляне села Дедылдина стоит храм во имя Ильи Пророка. Восхитительное сооружение, кладка которого напоминает кружево, радует глаз своей неповторимостью. Внутреннее убранство храма и камерная душевная обстановка позволяют проникаться таинствами христианских служб. Как хорошо стало в храме после его возвращения верующим. Это событие произошло в 1992 году. К этому времени он был в совершенном запустении, а известен Ильинский храм уже с XVII века. В селе Дедылдина, которая побывала несколько раз и селом, и деревней, статус ее менялся, был несколько храмов. И они действительно были освящены в честь сперва пророка Ильи. Об этом первое упоминание мы находим в начале XVI века. Потом церковь была естественно деревянная, быстро ветшала, поскольку и село само бедное содержать его было достаточно сложно. И вот уже ближе к середине XVII века мы находим упоминание о том, что возводится новая церковь, тоже в честь Ильи пророка, тоже деревянная, холодная, без отопления. И недолго она прослужила, потому что в XVIII столетии возводится новая церковь и освящается в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это как раз та самая церковь, которая была окружена кладбищем. Это вообще в русской традиции довольно-таки прочно укоренено, что кладбище тесно связано с храмом. Храм в центре, кладбище вокруг. Это очень важно для того, чтобы мы всегда имели возможность поминать наших усопших. Новая деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы служила своим прихожанам несколько десятилетий, но и она обветшала. Построить новую у жителей села не было денег. И тут случилось чудо. Видя крайную нужду села, директор конторы Савва Морозова Иван Андреевич Колесников предложил свои средства на строительство нового каменного храма в честь Донской иконы Божьей Матери. Он начал строительство этого храма основательного в 1895 году. Храм был построен всего лишь за год. Это удивительно, потому что очень сложные работы были выполнены. Мы это видим, глядя на фасад. Вот. И все было сделано добротно. Даже лихолетие советской эпохи не смогло этот храм разрушить. Полюбоваться новым храмом в селе Дылдина, возведенного стараниями Ивана Андреевича Колесникова и его супруги, люди приезжали со всей округи. Внутреннее его убранство и роспись тоже восхищали. В 20-е годы 20-го столетия храм постигает участь, как и многих других храмов России. Его закрывают и размещают в нем колхозный клуб. Церковь подверглась полному разорению, а с течением времени храм и вовсе оказался в запустении. На разрушенной кровле даже выросло целое дерево. Новая страница жизни Ильинского храма началась в 1992 году, когда по ходатайству прихожан власти разрешили его открыть. И как сто лет назад возрождению способствовали благотворители. Один из них Леонид Павлович Петухов. Храм вообще из себя представлял удручающую картину. здесь совок поработал со всем течением тут и на самых куполах и везде, где только не было этих надписей похабных. И первые службы начинались еще при наличии этих надписей. Шел ремонт и одновременно уже шли службы. Сразу после разрешения власти открыть храм был назначен настоятель священник Владимир Быков. В 1992 году в октябре месяце кажется 17 октября первая служба была здесь. Снег шел здесь прямо с крыши все холод был невозможный какой. И он первый здесь служил один. А люди-то были. Первый раз никого не было. И точно никто не знал. Ну а потом началось потихонечку. Стали мы все тут помогать. Потребовались долгие 10 лет неустанного труда для того, чтобы восстановить поруганную святыню. Когда после советской эпохи этот храм был передан церкви для восстановления и в 2005 году архиепископ Можайский Григорий совершил великое освящение этого храма, было решено по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, правящего архиере нашей епархии, вернуть этому храму нашего села Доделдина первоначальное название, первоначальное посвящение. Потому что самый первый храм был посвящен святому пророку Божию Илье. И вот это было сделано. Поэтому такая удивительная история, несколько храмов, несколько посвящений, но все возвращается на круги своя. Первый настоятель возрожденного храма священник Владимир Быков, положивший много трудов на его возрождение, по личному прошению был переведен в Савва-Сторожевский монастырь в Двенигороде, где принял постриг с именем Амбруссии. С января 2013 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия настоятелем храма был назначен священник Вадим Мурадов. Здесь необыкновенно всегда ощущается тишина и умиротворение. Отчасти это связано с тем, что в нашем храме немного прихожан, но я начинаю замечать, что даже на празднике, когда храм практически полный, как, например, сегодня, все же особая атмосфера в нашем храме сохраняется. Вот какая-то именно тишина, такое глубинное спокойствие, умиротворение и величие нашего храма, оно, в общем-то, всегда здесь пребывает. Восстановленный храм во имя Ильи Пророка в селе Додылдина посещает все больше прихожан. Настоятель священник Вадим Мурадов никому не отказывает в разъяснении вопросов, связанных с церковными таинствами. А еще его мечтой и надеждой является полное восстановление фасада, кровли и благоустройства территории храма. В пасхальные дни с приветственным праздничным словом к зрителям нашей передачи обратился благочинный церкви Видновского округа Протерей Михаил Егоров. Дорогие братья и сестры, жители Видновской земли, с чувством большой радости поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения, Христос Воскресе. Эти жизненные, радостные и праздничные слова звучат ныне по всем храмам Православной Церкви. Праздник Светлого Христового Воскресения, день, когда мы празднуем победу Христа над смертью, день, когда мы со всей радостью и полнотою прославляем Господа, который нас ради человек и нашего ради спасения шел с небес. Шел, проповедовал, приняв плод человеческую, исцеляя грех, который вошел в человечество с момента грехопадения Адамова, перенеся себя в жертву на кресте ради спасения и искупления всего рода человеческого и удостоверяя в нас в том, что он не просто учитель, не просто великий проповедник, но в том, что он всемогущий Бог, Господь на третий день после своего страдания и смерти воскресает, его душа возвращается в его божественное тело, и Христос делится своей радостью, своей благодатью и со своими учениками, и со своей причистой матерью. И эта радость с того времени доходит до каждого верующего во Христа человека. Если Христос не воскрес, то тщетно вера наша, напишет спустя несколько лет апостол Павел. И действительно, если бы не было воскресения Христова, то и вера христианская, наверное, была какая-то не совсем такая. Она не была бы той действительно всемирной верой, религией, которая связывает человека с Богом. Я с большой радостью в этот праздничный день поздравляю всех вас. Призываю на всех вас Божие благословения. Пусть воскресший Христос Спаситель укрепит каждого из нас в жизни по заповедям Божьим. Пусть благодать Божия, которая воссияла в этот день от светоносного гроба Христова, укрепляет всех нас. И Господь будет с нами, если мы будем стремиться жить по Его святым заповедям. Воистину воскресе Христос! Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Вопросы вы можете присылать к нам на электронный адрес, который вы видите сейчас на экранах. Еще раз хочу вас поздравить со светлым Христовым воскресением. Христос воскресе! Христос 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 Субтитры создавал DimaTorzok